286 тысяч рублей долга стали причиной для иска о банкротстве компании Ленэнерго. В суд обратилась московская фармацевтическая компания, недовольная присоединением к электросетям. О ближайшем будущем главного энергетического гиганта Северо-Запада расскажет Иван Петров. Это уже второй иск о банкротстве Ленэнерго. Первый в конце декабря подала компания, также недовольная условиями присоединения к электросетям. Прошлое заявление суд отклонил. Новый иск также можно считать бесперспективным. Как говорят юристы, компания таким образом просто хочет ускорить возврат долга. Когда вы хотите получить свой долг, вам нужно просто подать заявление о банкротстве. И какой-нибудь большой монстр, который до этого вас не замечал, типа Ленэнерго, в принципе, он начинает, сразу вас видит, у него возникает желание что-нибудь с вами сделать. Ну, например, выплатить долг. В реальности дела у Ленэнерго идут довольно неплохо. По крайней мере, на фоне остальных российских сетевых компаний. По итогам прошлого года ей удалось заработать больше миллиарда рублей. Снижение прибыли составило почти 10%. Пады экономической активности в целом по России пока не сильно сказываются на Ленэнерго. Они, безусловно, ощущают на себе эти кризисные явления. Но из-за проблем с подключением в предыдущие годы по-прежнему имеет достаточное количество новых клиентов, которые желали бы присоединиться к электрическим сетям. Впрочем, вложить все вырученные деньги в развитие не удастся. Четверть от своих доходов все госкомпании теперь обязаны направлять на выплаты дивидендов. Так что 300 миллионов рублей впервые с 2005 года разойдутся по акционерам. И это при том, что программу по инновации кабельной сети на 10 миллиардов никто не отменял. Чтобы профинансировать ее, компания намерена привлечь 5,5 миллиардов рублей за счет доп. эмиссии. Скорее всего, большую часть выпуска выкупит государство, федеральные Россети, а также городская казна. Это уже не первая доп. эмиссия Линэнерго. Осенью по аналогичной схеме компания привлекла 3 миллиарда рублей. Однако других способов быстро найти деньги в условиях высокой долговой нагрузки пока нет.